Так-так-так, всем привет! Сегодня поговорим о создании первого веб-приложения, точнее шаблона и его небольшие настройки. Все, что нам для этого нужно. Эликсир Феникс База Данных. База данных, к сожалению, можно выбрать не любую, а лишь из данного списка. По дефолту Феникс идет с Пасгрессом. Все перечислено, устанавливается без особых проблем. Идите на официальный сайт и упражняйтесь в нажатии кнопки Next. Впоследствии вы можете посмотреть, какая версия у вас установилась. Например, у меня эликсир установлен в версии 1.7 и MixPHX New и 1.4 Феникс у меня. Едем дальше. Я предполагаю, что у вас уже все установлено. Заходите в консоль и печатайте волшебные строки. MixPHX.new и название вашего проекта. MixPHX.new. Название проекта. Если у вас версия 1.3, то, например, можно еще было использовать следующую комбинацию. Но эта комбинация в 1.3 запрещена, а в 1.4 она исчезла. Феникс идет с некоторыми дефолтными настройками. При установке можно устанавливать некоторые флаги и корректировать данные дефолтные настройки. Как я уже говорил, например, Феникс идет вместе с Postgres. Чтобы это отменить, мы можем сделать следующее. Mix.no.acta. Это у нас команда вообще откажется от любой базы данных. Database.mysql установит mysql. Также есть, например, флаг не отказаться от работы с веб-паком. То есть, если вы не хотите, чтобы ваш JS-код управлялся веб-паком, ставьте данный флаг. Если вас устраивает Postgres, используйте Postgres. Я буду использовать mysql. Исключительно по историческим причинам. Мой проект называется, как вы заметили, Word. Назвайте ее ваш, как хотите. По дефолту у нас подтянулись некоторые файлы и предлагается инсталить dependencies. Мы говорим OK. Ждем. Данный процесс может занять продолжительное время. Итак, у нас все подгрузилось, все готово. Прежде чем поднять сервер, нужно сперва настроить базу данных. Для этого ищем файл dev.ex в папке config и правим поля в соответствии с вашими настройками. Так, вот наша папка, вот config, вот наш файл dev. Идем его и правим. Настройки, нас интересующие, находятся в самом низу. В моем случае это будет root-root. В вашем случае заполняйте, как вы хотите. Также вы можете изменить название дата базы, которая будет сохраняться. Так, следующий шаг. Нам нужно прописать следующую команду. MixEcto. MixEcto. ActoEcto. ActoCreate. Create, create. Ну давай. Опять не там, что ли. А, mixEctoCreate. MixEctoCreate. Это у нас, мы сейчас создадим на сервере MySQL базу. Как мы сказали. Word. Точка, нижнее подчеркивание, d. Так, вот у нас произошла компиляция. Создалась база данных. Идем в WordBage, смотрим. Да, действительно создалась. Таблица, естественно, пустая, поскольку мы не указали никаких команд. Теперь у нас все готово, и мы можем поднять сервер. Для этого пишем mix.phx.server. Так, вот у нас запустился сервер. Идем. И запускаем его, и проверяем. Та-дам! Та-дам! И у нас загрузился шаблон. Чтобы остановить сервер, нажимаем Ctrl-C несколько раз. Так. Следующее. Если вы желаете запустить сервер в интерактивной оболочке Elixir, нужно использовать следующую команду. ex-smix.php.phx.server. И жмем Enter. Все то же самое, только теперь мы можем использовать интерактивную оболочку, то есть запускать код, который относится к приложению. Тестировать его прямо тут. То, что сервер наш работает, проверяем опять. Та-дам! Все снова работает. И напоследок. Иногда бывает проблематично выйти из-под винты. Из этой оболочки используйте следующую команду. erlang.alt и когда вы не знаете, что делать, наберите волшебную команду mix.hub и вы увидите список стандартных команд, которые вы можете использовать. Это, как говорится, домашнее задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...